Всем привет! Меня зовут Эдуард Кичигин и тут про ландшафт, про архитектуру, про скетчинг, рисование и все такие интересные штуки. И смотрите внизу в описании. У меня ссылки на те художественные материалы, которые я использую и рекомендую. Они прямо проверены практикой, отточены. И вот, кстати, сегодня в ролике про них будет и речь так пошире разберу, поинтереснее. И это будет целый цикл. И появилась возможность поддержать мою деятельность, например, на Patreon или на Boosty, там ссылки внизу. Если хотите поддержать, то welcome, переходите по ссылкам, смотрите, там можно оплачивать раз в месяц. И если это делаете на Boosty, это российский сервис, то там я буду выкладывать некоторые штуки, которые я не выкладываю на YouTube, в принципе, но в интернете. А выкладываю, вернее, рассказываю, проговариваю только, например, на моем курсе. Ну, такие внутренние штуки, которые я продаю. В общем, вот там можно подписаться. Варианты за 200 рублей в месяц и 400 рублей в месяц и получать тот контент, который я передаю тем людям, с которыми лично общаюсь, или на моем курсе оффлайн, или готовлю для книги, или готовлю для обучающего курса. Ну, там эксклюзивная информация будет. В общем, вот там ссылки внизу в описании. А сегодня я проговорю вот про эту штуку. Это любопытная вещь. Это ручка лами. Тык-дык. Вот такая вот штука. Это не реклама. Я сегодня просто ночью делал опять свои подходы с рисованием, с прочей штукой. И вспомнил, что у меня давно-давно в загашниках лежит вот такая вот штука. Я ее раньше очень любил. Прямо очень. А потом она забилась. И я ее пробовал чистить, и у меня ничего не получилось. Но, короче, сегодня почему-то получилось. Я справился. Ну, если интересно, смотри до конца ролика. Я расскажу, как мне удалось вот эту вот автоматическую переворучку почистить. Ну, для начала я проговорю, зачем вообще она нужна. Обычно я рисую или пером. Вот это вот моя любимая структура. Это пером. Или линером. Ну, линером сейчас под рукой я не... А, вот. Вот такие я обычно использую. Это Виндзор Ньютон. Или вот такая странная штука. Чуть потолще. Вот. Раньше я очень любил переворучку. И все время она на кармане у меня была. И это крутой компромисс между историей с пером. Но к перу еще нужна чернильница. Ну, то есть, баночка с тушью или с чернилами. То есть, вы без этого не обойдетесь. Какие плюсы есть, и они многократно перекрывают это неудобство, я постоянно рассказываю в своих роликах. И у меня обычный компромисс происходит, когда я, например, не могу взять перо чернильницу. Я использую линер. То есть, постоянно я там на работе, на проектах, когда приезжаю на стройку, там кому-то что-то показываю, клиенту что-то рассказываю. Я использую линер. А тут отрыгал вот это вот лами. И думаю, окей, окей, интересно. Потому что автоматическая перевая ручка – это крутой компромисс между историей пера. Но ты все равно можешь брать ее с собой. Ты можешь засунуть ее в карманы. Я обычно ношу в кармане джинсов. Это дико удобно. К этому привыкаешь невероятно. И у нее дичайшая крутая эргономика. Я не знаю, но почему я постоянно ее кручу в руках. Как они так сделали, я не понимаю. Но вот, мне очень нравится. Повторюсь, это не реклама. Я говорю это потому, что я и на курсе это все проговариваю. Откуда пришла эта перевая ручка? Это тоже любопытно. Когда-то лами делали большой архитектурный конкурс рисунков. Конкурс архитектурных рисунков. Это года три, наверное, или четыре назад. И в различные направления были. А я победил в архитектурном направлении. В архитектурном рисунке. И рисовал собор спасенных кровей. Рисовал его тоже пером и тушью. Вот этим пером макательным. И тушью. И выиграл вот эту ручку. От лами. Потому что победил в этом конкурсе архитектурных рисунков. Но вот с тех пор и долго с ней не расставался. И даже когда веду курс, там, например, для того, чтобы делать быструю коррекцию студентам, они там рисуют пером, как я рассказываю. И у каждого есть перо. Мне, если лень, например, таскать с собой свое перо, или я, ну, там, где-нибудь на партию студента оставил, у меня все время вот эта вот штука. Я корректировал работы тушью. Это странно послушать. Я корректировал работы тушью с помощью ручки, которые рисуют чернилами. И в начале, ну, в самом процессе, я думал, что я убью эту ручку. Потому что тушь нельзя заливать перьевую ручку. Ну, нельзя. Она забьется. Можно заливать только чернила. И вот по лужам этой туши я рисовал ручкой лами чернилами. Эти структуры смешивались. Ну, и вот она вот долго держалась. Она, ну, некоторые итерации она вообще просто не замечала. То есть я рисую и рисую. Ей все равно. Ну, я настолько привык к тому, что она неубиваемая совершенно, что, ну, перестал за ней ухаживать. Ну, и обращать внимание как-то. Ну, работает и работает. А потом она не принесла, забилась. И я такой, ну, ладно, окей. Лежи где-то в уголке. И надолго про нее забыл. Вот сегодня вспомнил. И вот этот классный компромисс между пером и возможностью носить ее с собой. Но какие есть недостатки? У нее очень жесткое перо. То есть плюс обычного пера в том, что оно поддается нажатию. И линия вариативна. Я про это постоянно рассказываю. Вот здесь линия не вариативна. Но некоторые плюсы от пера у нее остались. То есть характерная для пера линия. Она разнообразная. Она узнаваемая. Но не вариативная. И вот это вот один такой большой минус. Почему, например, я сразу не стал паниковать и восстанавливать ее. Ну, как бы лежит и лежит. Я пользовался линдерами. Они дают тоже очень хорошие линии. Вот эти виндзоровские. Ну, виндзоровские. И был доволен. Вот. И сегодня нашел. И вот, что я хочу сказать. Я сейчас утро. Сейчас 7 часов утра. Я сижу, готовлюсь к тому, чтобы вести сегодня две пары. У студентов в Лисотехнической Академии. Ну, я там преподаю концептуальное проектирование. Ландшафтной архитектуре. И буду корректировать, как это происходит. Они присылают мне свои работы. Потому что все сейчас удаленно. Сейчас все обучение удаленно. Я не вижу моих студентов лично. Они присылают мне свои работы. И я должен посмотреть на эту странную, ну, интересную иногда работу. Работу плюс-минус. Там хорошо, плохо сфотографированы. Разобраться в этом хаосе деталей. И найти решение. И выдать обратно какую-то рекомендацию. И это невозможно. Это проектирование. Это невозможно сделать просто голосом. То есть я смотрю на их фотографию, их проекта. Делаю на своем листике набросок того, что я вижу на экране. И свое интерпретирование ситуации. И предлагаю им различные пространственные, ландшафтные, архитектурные решения. И, ну, обычно делал вот этой ручкой. И там у меня можно в видео и в сторис. Ну, кстати, вот эти вот видео есть на вот этом, на закрытом моем эксклюзивном канале в Бусти. Там я проговариваю логику и показываю, ну, то, как это может происходить быстро. Почему это может происходить быстро? Потому что это такая же реальная, прям, боевая ситуация. Я увидел проект, мне нужно перекрутить его в голове и выдать более хорошее решение, чем, например, предлагает студент. Или развить его решение, или еще что-то сделать. И у меня есть на это очень мало времени. Ну, как обычно, скетчинг. Очень мало времени. И необходимость показать, наступно объяснить то, что я имею в виду. И вот я делаю быстро такой скетч. Я делаю на нем решение. Фотографирую, отправляю туда в чатик со студентами. Вот так происходит вот эта история. И она заставляет очень интенсивно работать мозг. Я сильно устаю даже после двух пар в таком режиме. Это как экспресс-проектирование. Но мне это очень нравится. И вот выражать такую сложную структуру, такую передачу информации, можно только с помощью каких-то графических средств. И вот это графическое средство идеально для проектировщика, для ландшафтного архитектора, для архитектора. И, ну, так как я много присутствую в Европе, там уже пять лет постоянно нахожусь вот в этом процессе, в процессе, там, в проектировании, ну, во всем. Я вижу, что европейские архитекторы тоже очень часто используют вот эту вот историю с лами. Это типичная история. Типичная для архитектора, ландшафтного архитектора в Европе делать сручные эскизы и использовать вот эту, как рабочую лошадку. Вот это рабочая лошадка архитектора. Да, лами. Ну, и это немецкая фирма. Ну, короче, она классная. И она дает нормальную эстетику линии. Приемлемую, очень хорошую приемлемую эстетику линии. То есть я создаю свой эскиз, я могу создавать его разными средствами. Хоть чем, например, там, хоть карандашом, хоть фломастером, хоть авторучкой, ну, там, шарикой, там, хоть чем-нибудь. Но я знаю, что я беру, вот, например, перьевую ручку, и я понимаю, что у перьевой ручки будет соответствующая эстетика. И эта эстетика будет помогать мне продавать мой проект. Потому что она увеличивает эффектность, зрелищность моего рисунка, который, ну, моего проекта, или моего наброска, эскиза, который я делаю в этом моменте. И мне вот это вот нужно. Понимаете? Ну, я могу просто думать, что, например, у меня настолько интересные умные идеи, что, чем их не вырази, нам хоть чем нарисуй, все равно они должны работать. Но, как бы, по прошествии большого опыта, я считаю, что все, что может мне помочь продавать вот эту вот историю, мне нужно использовать. Поэтому я использую лами. Это хорошо работает. И от этого всего есть удовольствие. Вот я ее с утра держу в руках. И тактильно это дико приятно. То есть мне не хочется выпускать ее из рук. Что они сделали? Я не понимаю. Но это любопытно. В этом много удовольствия. Ты снимаешь колпачок, ты рисуешь. Ты ведешь линию, она красивая. Все вот эти вот элементы красивые, эстетичные. И ты живешь и работаешь вот в этой красоте. Это дорогого стоит. Вот. И сегодня буду ей экспериментировать на коррекции студентов. В общем, вот, если интересно, то смотрите в Инстаграме. Там, скорее всего, будут сториз. И если что-то будет интересное из того контекста, ну, скорее всего, будет, потому что там коррекции, там, ну, мой тип мышления, мой подход к проектированию, соответственно, моя эстетика быстрых эскизов. Это я все закину на бусте. Ну, там, где вот эта вот платная подписка. Не хочу это все в открытый доступ сюда. В общем, вот. Если интересно, то туда. И расскажу, как я починил. В общем, вот, я залезаю в свою большую коробку с инструментами и вижу там ламия. И думаю, нет, все, сегодня я должен ее починить. Нужно снова попробовать ее. Нужно снова. Я, может быть, не убил ее до конца. Может быть, она все еще может работать. Я беру стакан кипятка и открываю ее. Она вот таким образом открывается. Свинчиваю. И у нее есть такой поршень. В общем, этот поршень крутишь и туда наливается чернила. Его выкручиваешь и чернила выливаются. И я начал стакан с кипятком эту всю радость опустил и начал. Всасывать чернила в ручку и выталкивать из нее. И упорно это делал. Минут, наверное, десять. Подумал, блин, может быть, она даже поплавится. Но она не поплавилась. И заработала. Видимо, чернила вот там так основательно засохли. Может, они действительно там смешались с тушью. Потому что я очень неправильно это все делал. Она прочистилась. И я наливаю туда чернила и рисует идеально. Мне дико нравится. Я вспомнил вот это вот забытое ощущение рисования хорошей авторучкой. И сейчас сижу, балдею. В общем, вот это интересно. И думаю, на эмоциях я хотел этим сразу поделиться. В общем, мне кажется, вот такая рабочая лошадка должна быть у каждого. Я еще думал про китайские варианты. Китайцы, как я понимаю, придумали такую ручку, где перо гибкое. И некоторые умелые китайцы, они прямо нашли способ вставлять перо-звездочку. Вот в такого типа авторучку. И получается плюсы того, что ты не используешь черниницу. И у тебя даже перо-звездочка. Обалдеть. Но, насколько я знаю, чтобы писать такой историей, тебе необходимо потом, после того, как ты ей поработал, ее тщательно промывать. То есть это еще плюс одна итерация. Ты избавляешься от необходимости носить с собой черниницу, но у тебя появляется необходимость разбирать ручку и мыть. И это, мне кажется, совершенно лишние действия. Вот я не готов после каждого процесса рисования идти и промывать перо. Ну, это, наверное, правильно, это хорошо, но я так не могу. У меня не хватает на это времени ни времени, ни ресурса. Поэтому я этого не делаю. А вот с этой буду экспериментировать. Сегодня буду корректировать студентов. И кому интересно, у меня вариант пера FX. Это самое тонкое перо, которое у них было. То есть они мне написали, когда я выиграл этот конкурс, они мне написали, какую тебе прислать ручку. Я говорю, самую тонкую. Они прислали FX. Я немного недоволен тем, что они мне прислали прозрачную. Я люблю черную. Если бы они мне прислали черную, я был бы намного более счастлив. Но, в общем, этот опыт, который я с этой ручкой получил, он, конечно, дорогого стоит. Вот. Чернила там... Ну, тушь нельзя использовать. Вы уже поняли. А чернила можно использовать, я думаю, любые, которые подходят для авторучек. Там водорастворимые. Те же, например, лами. Смотрите у меня в описании к видео. Вот эти вот художественные материалы, которые я рекомендую. Там есть ссылки на страничку, где у меня там все расписано. Какие авторучки хорошо, какая бумага хорошо, какие скетчбуки хорошо. То, что я использую. То, что прогнано через мою большую-большую-большую практику. Европейскую и русскую. Вот. Я думаю, что... Ну, там можно на это ориентироваться как-то. Вот. Этим поделился. Думаю, такое утреннее видео. И, может быть, я буду... Может, я каждое утро буду записывать такое видео. Ну, какое-нибудь актуальное, полезное. Потому что нужно прокачать YouTube. И вот. Если вам нравится мой канал, то, пожалуйста, делитесь этим видео. Ставьте лайки там. Ну, если что непонятно, спрашивайте в комментариях. Я постоянно, ну, отвечаю. То есть почти на все я отвечаю. Только если там комментарии какие-нибудь с спамом, я их, ну, удаляю. Если осмысленные нормальные комментарии, я всегда веду беседу. Вот. Ну, и поддерживайте меня на Патреоне и на Бусти. Я буду прямо признателен. Меня зовут Эдуард Кичигин. Я ландшафтный архитектор и преподаватель скетчинга быстрого рисунка. И рассказываю про всякие такие штуки. Всем хорошего дня. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok